Уважаемые коллеги, мы начинаем наше заседание научного семинара «Философский триптик. Смысл, текст, культура» и с докладом «Феноменология и логика смысла» выступает Смирнов Андрей Вадимович, Институт философии Российской Академии Наук. Да, да, спасибо большое, но как я говорил, я немножечко изменил название доклада, если возможно, да, демонстрация экрана поделиться сейчас. Значит, я решил, поскольку все уже устали, я решил такое, и я, в общем, это предвидел, я решил сделать игривое название, понимаете, но в нем, в каждой шутке есть доля шутки, и поэтому игривость оправдана. Значит, смотрите, это с одной стороны. С другой стороны, мною двигала ревность, конечно, к буддологам и к буддистам, поскольку они пользуются очень большим вниманием физиков, тропологов, аннухиологов и прочих нейроученых, а как будто бы в арабской культуре ничего нет, что можно было бы взять как интересно. Поэтому вот я придумал такое название. Видите, да? Я не знаю. Вот. Трезвый суфизм как предтеча квантовой физики или еще раз акантифеноменологии и логики смысла. Трезвый суфизм – это термин, как, наверное, вы знаете, есть трезвый суфизм, есть пьяный, объединенный суфизм. Да, да, да. Вот это буквальный перевод термина. Собственно, трезвый суфизм испытывает состояние опьяненности, но возвращается в состояние трезвости, сохраняя то представление, которое было в состоянии опьяненности. А в состоянии опьяненности так называется, потому что в нем суфий теряет возможность различать свое «я» и божественное. Вот так. Не-не-не. Ну, это техника всякая. Это неважно. Главное, что в состоянии опьянения, почему он так называется? Потому что в состоянии опьянения человек теряет разум, а разум – это способность различения. И божественное «я» и он не знает, кто является действователем в нем или Бог. Вот это главное. Ну, это название. Я могу, значит, я пока это уберу, чтобы оно не нужно. Чтобы вписаться как-то в более общий контекст, я скажу следующее, что не будет открытием, если сказать, что можно говорить о трех, наверное, больших эпохах европейской философии, которые в целом совпадают с античностью, средними веками, новым временем. Вот. И если говорить о философии, то в первые две, в общем, соотношение между антологией и гносиологией было таким образом, что… то есть строилось таким образом, что это может быть выражено формулой логически. Если есть на самом деле идеи, то нам идеи и надо познавать, как-то к ним пробиться. Если есть гелеморфизм, ну, если есть, да, если антология задана гелеморфизмом, материи формы, то мы строим родовидовую логику, которая точно сооружена с артизмом, в чем идеальность и суть. И, как мне кажется, основание того, что он сохранился на такое, на столь долгое время. Конечно, античности средние века – это разные эпохи, в том числе с точки зрения философской парадигматики, но если, как бы, вот это основание бытия выносится в неопултанизме вне самого бытия, да, оказывается трансцендентным, тем не менее, сама идея вот этого, что антология первична в отношении гносеологии, она, конечно, здесь сохраняется, хотя есть определенные нюансы, но они сейчас для нас не важны. А вот начиная с нового времени, начинается эпоха, когда это соотношение переворачивается, как мне представляется. И здесь уже это, конечно, постепенно происходит по шагам, но здесь эта формула переворачивается и превращается в следующее, если брать ее интеллективо, есть то, что мы познаем. Вот есть то, что мы познаем, если исходить из идеи Коперниканского переворота Канта. Ну, вот начиная с Декарта, вот для меня три имени такие ключевые, да, хотя их, наверное, можно больше назвать, но ключевые – Декарт, Кант и Гусар. Причем Гусар в интерпретации Шпета. Вот, я небольшой специалист по Гусару, так и по Шпету, но вот Анна Александровна, я надеюсь, меня тут поправит. Ну, поскольку времени уже много прошло, я хочу, в общем, основное время потратить на то, чтобы показать, как работает, вот то, что я называю логикой смысловой герменевтики. Я не буду здесь долго говорить, тем более, что это вещи, ну, хорошо известные. И, в общем, как мне представляется, вот это движение Декарт, Кант, Гусар и к современности может быть представлено, как попытка ответить на вопрос, что в нашем сознании, что в нашем познании. Переворачиваемся отношения между антологией и гносеологией, говорим, есть то, что мы способны познавать, то тогда этот вопрос осмыслен, потому что познание не подстраивается под мир, который является объективным, существующим независимо от нас, и имеющим приоритет в отношении нашего познания, и нам надо исправить ошибки, наше мнение, и прочее, прочее. А вот таким образом. И если говорить более точно, то я бы сформулировал вопрос так. Что есть нередуцируемого в моем сознании? То есть, если я совершу вот это самое коренное редукцию, коренное воздержание от всего, что угодно, и даже от собственной рациональности я воздержусь, пожалеемо, останется ли что-то в моем сознании между тем? Вот у меня нет никакой рациональности, ни греческой, ни какой другой. Что у меня останется в моем сознании? Или ничего не останется? Я думаю, что останется. И останется именно то, что я назову способностью к целостности и связности. Это две разных вещи. Целостность и связность. Сейчас объясню. Но главное это, что они укоренены, вот эти способности. Откуда я о них знаю? Я о них знаю не потому, что я способен познавать внешний мир. Я о них знаю, потому что, кроме сознания, как возможности познания, у меня есть самосознание. И они укоренены. Я это написал бы через дефис. Я и я. То есть, я большое, дефис и я маленький. Сейчас объясню, что это такое. Я говорил, в принципе, в прошлый раз об этом. Поэтому этот доклад является продолжением прошлого в этом смысле. Знаете, когда в европейской, не только в европейской, кстати говоря, у Ибнсина тоже речь идет о самосознании, то, как правило, говорят о я. И этим, так сказать, ограничивается. Но мне кажется, это большое упрощение. Потому что необходимо различать абсолютное я, которое можно писать с большой буквы. И я феноменальное или маленькое я. Абсолютное я, оно потому абсолютное. Абсолютное в смысле безграничное. То есть, оно не ограничено ничем. Вы не можете задать ему границы. А значит, вы не можете придать ему определенности. Невозможно сказать, что это. Здесь нет возможности устроить предикацию. Сказать, что такое мое я. Оно именно абсолютное. Вместе с тем, мне всегда дано мое маленькое феноменальное я. Которое включает меня в мир и в отношения с другими. Которое включено во время и в пространство. Я сейчас не буду поподробно об этом говорить. Я, в общем, пытался построить эту схематику в прошлый раз. Но главное, что я маленькое и я большое. Это не два разных я. Естественно. Это одно и то же я. Потому что я же не раздваиваюсь. Не расстраиваюсь. И мое маленькое я. Да, и следующее. Мое большое я единично. Это абсолютная единица, которая никак не может быть умножена. Никак. Или расщеплена. А мое маленькое я, оно множественно принципиально. И вот эта диалектика или эта игра целостности я, большого и я маленького, составляет всю ткань моей жизни. И я понимаю, что такое единство и множественность. Вот моя идея. Потому что у меня есть эта интуиция. То есть для меня понятно, что значит быть единым, быть множественным. Потому что я могу отослать к этой интуиции. То есть любое, вот это для меня фундаментальная идея герменевтики. Мы можем достичь понимания не тогда, когда мы одно значение определим через другое значение. Или отошлем к другому значению. Это бессмысленный круг значений. Потому что конечной ясности все равно никогда не будет. Это возможно только, если эта отсылка останавливается где-то, что является интуитивно ясным. И потому, несомненно, интуитивно ясным – это значит данным непосредственно, без посредника. В этом смысле интуитивно. То, что дано без посредника. Мое я дано мне без посредника. Большое я. И мое маленькое я тоже дано мне без посредника. Вот тело дано через посредство. Потому что я его вижу. Посредство чувств есть там. Или там другой меня ударит. И так далее. Но мое представление о моем феноменальном я, что сейчас вот я делаю доклад, дано мне без всякого посредства. Это мое внутреннее ощущение непосредственно. Значит, вот здесь получается, что я и я – это такая целостность, которая не может быть редуцирована. Вы не можете из этого выкинуть что-либо. Потому что тогда другого не останется. И отсюда вот то определение, по крайней мере рабочее, которым я пользуюсь – целостность – это нередуцируемое множество. Почему я вот… Моя идея заключается в том, что мы должны начинать не с простого, не атомистической стратегии, когда нужно выделить что-то абсолютно простое, и с простого выстроить сложное. А мы должны начинать с целостности, поскольку иначе мы ее и не достигнем. Но главное-то не в этом, что иначе не достигнем, не достигнем. А главное в том, что моя внутренняя жизнь, то, что мне единственно дано достоверно, у нас другой достоверности нет. Вот декартовский вопрос. Что мне дано достоверно? Достоверно мне дано только мое «я» и «я». Во всем остальном я могу сомневаться. Правильно? Хотя Декарт говорит «эрго сумм». Вот это уже добавление, оно, конечно, недостоверно. Оно культурно обусловлено. Но я, конечно, мне дано непосредственно. А что мне еще дано непосредственно? – Я… – Кобик. – Кобик, да. – Кобик. – Кобик. – Ну, вот здесь Кобика. – Нельзя так тело. – Не, ну, по-моему, тело. – Да. – Я, конечно, это… Понимаете, если мы говорим о мышлении, то мы тогда говорим о дискурсивности, о развернутом. – Да, Кобик. – Хорошо. Что такое Кобик? – Кобик. – Ну, акт мысли. А в чем заключается акт мысли? – Не только. Правильно. Вот. О, о, о. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. – Он выходит. – А это другое дело. Это другое. Но Кобик-то, это, конечно, любое. Совершенно верно. Но вот это любое, когда вы объясняете, вы строите субъект-предикатную конструкцию. Как? Нет. А как это? Вы сказали, я чувствую. Это что, не субъект-предикатная конструкция? Да подождите. Без я. Для него даже некто сомневает. Есть акт сомнения. Подождите. Он когда… Сомнение как так. Без я. Ну, что вы говорите? Ну, когда он пишет то же самое по-французски, а не на латыни, он говорит. Je suis… Je pense. Donc je suis. Je pense. Я, мы… Я понимаю. Ну, тогда против чего вы? Я и говорю вам о том, что Декарт в данном случае промахивается мимо того, что нужно было бы сказать. Потому что, говоря о «я», он к этому присоединяет предикационную формулу. Да нет, у него нету зря. О, это то. Это как бы мыслю. И что? Кто мыслит-то? Ну, вот. Все, латыни, там… Что, панцы, здесь нет же? Там нету. Ну, как это нету? Латыни нету. А, что-то нет. Мы сейчас не об этом, если я просто иточняем, как я его понимаю, я говорю, что я могу сомневаться на том, что я могу сомневаться на том, даже ситуация не я, но а ты не сомневаюсь, я тоже сомневаюсь, я не могу сомневаться на… Ты не сомневаюсь, ты не сомневаюсь. Не объясняйте. Я вам могу то же самое объяснить. Ну, так вы же говорите то же самое, что я говорю. Я сомневаюсь. Это что, не предикат? Ну, не может быть. Кто сомневается тогда? Синтаксически там нету местоимения. Да, в Коге-то нету синтаксических местоимений. И как, что значит, просто. Там встроено первое лицо. Оно встроено. Ну, так это и значит, что там есть первое… Ну, послушайте, ну что вы… Ну, вы какие-то странные люди. Ну, он то же самое говорит… Он то же самое говорит по-французски, он говорит… Я могу по-арабски сказать, а шутку. Да, одним словом, это не значит, что там нет первого лица. Оно встроено, местоимение первого лица. Регитарственной конструкции нету. У вас нету? Подождите. Невозможно. Естественно, вшито. Это уже репутация Декарта. Послушайте, Декарт говорит «Jopens don't just be». Он говорит. То, что он этого не видит – другой вопрос. Да не на каком-то этапе, а на самом первом этапе. Да на первом этапе, он говорит. Хорошо. У Декарта мышление не субъектное. Так? Так. Это некое абсолютное мышление, которое не имеет субъекта. То есть абсолютное мышление, которое не имеет… Бессубъектное. Бессубъектное мышление. То есть не я мыслю. Он же сразу начинает с меня. Как это не начинает, когда он начинает свое рассуждение? Именно с того, что я могу сомневаться в чем угодно. Какая разница, изначально, не изначально. Речь идет о том, что это и есть его формула. Что нет? Ну, вы уже нет, говорите на все, что я говорю. Вы говорите нет. Ну, так тоже можно, конечно, строить диалог. Акцент бывает тогда, когда есть два. Тогда вы можете ставить акцент. То есть вы хотите мне сказать, что в формуле «Жоп-Алс» нету «Я». Ну, что вы говорите-то? Вы говорите какой-то абсурд. А какая? А какая изначальная формула? Изначальная какая формула? Ну, в КОГе-то встроено, вместо имени. Правильно. Любым «Я» может быть присвоено. И что из этого? Ну и что? Да нет. Ну, речь же о том, хорошо, она может быть присвоено любым. Правильно. Любым субъектам она может быть присвоено. Любым «Я» она может быть присвоено. Я же, ну, опять, вы не понимаете, о чем я говорю. Я вам говорю о том, что Декарт говорит не о чистом «Я», а он к «Я», желая получить что-то несомненное, он, между тем, присоединяет то, что является предикатом. Ну, хорошо, это моя интерпретация, естественно, но у меня правильная интерпретация. Вот я что говорю. Да. Ну, а вы не можете ничего возразить на это, понимаете? Нет, мы могли. Ну, вы пока что не возразили. Хорошо, давайте. Ну, я все знаю, да, это всем известно, но дальше то что. Ну, да, ну, да, ну, да, 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 да. Послушайте, вы же сами сказали, он начинает с того, что он, он начинает с того, я могу сомневаться во всем, в чем угодно, я могу сомневаться в самом себе, я могу сомневаться. И вот эти мои. Ну, и что, ну что, вы сказали ровно то же самое, что я? Я разве не сказал, что он начинает с сомнений, я разве сказал, что он начинает с чего-то другого? Я вам сказал, да вы не хотите услышать то, что я вам говорю. Я вам говорю простую вещь, вот вы послушайте, что я вам говорю сначала. Я вам говорю, это все, что вы рассказали правильно, это и есть текст Декарта. Ну, я вам говорю, что он желает прийти к несомненному, но это несомненное, в котором он приходит, что он есть. Я сказал, приходит Ну вы говорите, это вывод А я говорю, он к этому приходит Вы говорите, нет, он к этому не приходит, это вывод Ну что так Да А вы что говорите Опять Ну я что вам противоречу Это просто текст Текарта, вы пересказываете Чего я другого-то говорю, чем вы Я не понимаю, чего вы сказали Такого, чего я не говорил Я говорю вам то же самое Я не говорю об акцентах Акценты можно ставить там, где нечто есть Вот вы можете здесь поставить акцент Или там Единственное, что я вам сказал, что у него есть два У него есть я и у него есть мысль Или там сомневаюсь, понимаете Это для вас не важно А для меня важно Для меня важно, что Ну я неправильно Ну что вы Вы сначала поймите Вы сначала поймите, что я говорю Я вам сказал простую вещь Что Декарт, несомненности я Вместо того, чтобы указать на единственное подлинное несомненное я И с него начать Как следовало быть Потому что Да, естественно с моей Не с вашей же С моей точки зрения Потому что я выражаю свою точку зрения А не декартовскую Я же вам говорю, что Декарт Ну Я вам не излагаю адекватно Декарта Я вам говорю о том, что на самом деле есть На самом деле, несомненно Только я И не просто я А я и я Понимаете Я вам говорю, что Что Ну оно внутри, как местоимение Вы же сами сказали Нет, поэтому Он взял Когета В смысле Вообще-то он говорит по-французски Жопанс Если панс это сомнение То это сомнение Акт мысли Вот именно Вот Ну послушайте Он берет сомнение Вначале Потому что Мы можем сомневаться Во всем Но сам факт того Что мы сомневаемся Отрицает То, что нас нет Вот же ведь что главное Вы какие-то акценты Расставляете Но Суть-то его мысли Заключается в том Что сам факт того Что я сомневаюсь Отрицает невозможность Моего Отрицает невозможность Моего небытия Почему? Потому что я сомневаюсь Поэтому А если бы Сомневалось Вообще что-то Да Это вы Это вы как раз Схлопываете Все Потому что вы говорите Что есть некое Безличное сомнение Из него Ну подождите Дайте мне сказать Вы говорите Что есть Некое безличное сомнение Из этого безличного сомнения Почему-то вытекает Мое существование С какой стати Да нет Да что Декарт сумасшедший что ли Чтобы из безличного сомнения У него Вытекало существование яд Безличное Это вы говорите Что оно якобы безличное А что вы говорите Ну акты у него всегда Моей мысли Акт моей мысли А не чьи это еще Ну а как же Если он говорит Что я могу сомневаться Ну Хочешь не думал Что мы на этом остановимся Естественно А как это изначально А кто же сомневается Рузан Владимирович Ну это надо Быть шизофреником Чтобы думать Ничего подобного Декарт так не говорит Не надо ему Приписывать Эту самую Какую-то Трансперсональную Психологию Да факты чего Чего Сознание факт Ну конечно факт Акель Да это же в другом смысле Это в том смысле Что это всеобщие структуры Нет Не в этом Не в этом Что есть всеобщие структуры Но в этом же смысле И Мамардашвили В этом смысле Говорит А вовсе не в том Что это безличное Оно конечно личное Что Я вам еще раз говорю По-французски он говорит Почему Рене Декарт Ну что-то это кто Я не понимаю Я логики вашей не понимаю Ребята Ну донг Это вы думаете Что вывод На самом деле Это единая форма Это не вывод Это может быть Но это не вывод Если бы это был вывод То это был А это не силогизм Нет Это категорически Не силогизм С опущенной посылкой Вовсе нет Потому что Если бы это был силогизм Вам нужна была бы Общая посылка Это общая посылка Ну Ну Спасибо за субтитры Ну мыслящие субстанции Он говорит о мыслящей субстанции Хорошо Андрей Вадимович Предлагает Воспринимать Это сразу Я 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 Да нет, ну, кажется, что вы, во-первых, ее не поняли, а во-вторых, ну, уже все устали, и явно, как бы сказать, явно упала способность что-либо воспринимать. Да не ошибка эта, слушайте, я вам сказал одно только, что Декарт, вместо того, чтобы говорить о несомненности я, он использует предикационную формулу, которая фактически является предикационной, хотя она, опять 25, ну. Вы мне все время говорите, что это безличное высказывание, ну, хорошо, это безличное, и там личное тоже самое, оно тоже личное, ну, да, оно грамматически встроено, не важно, что там нет, синтаксически, ну и что. Тоже синтаксис. Они не обязательно отдельными словами должны быть. Нет, это в вашей логике математически про синтаксис, а в языке это про то, значит, есть у вас эти смыслы или нет. Вот я про то и говорю, подразумевается, конечно. Ну, конечно, он сомневается в чем-то, естественно, но он не может сомневаться в том, что он сомневается. Ну, вот вся логика... Что? Еще раз, пожалуйста, попробуйте забыть о всех умных вещах, которые вы знаете о Декарте, и попробуйте воспринять то, что я говорю вам. Я вам говорю, что в формуле, не важно, как он к ней приходит, вывод это, не вывод, давайте это оставим в стороне, в самой этой формуле зашита предикация, там есть предикация. Значит, в несомненности я, он присоединяет нечто, чего не надо было бы делать, если бы он хотел действительно достичь чего-то несомненного. Вот я вам что говорю. Я вам говорю, что он не идет... Тема Ибн-Сина, между прочим, шел другим путем, и он брал именно действительно абсолютно несомненное я, как интуитивно несомненное. Правда, у него я был большой, вот. А у Декарта? Ну, у Декарта как раз маленькая, потому что оно предикационное у него... А где же оно большое? А вот в том-то и дело. А? Да. Вот. Ну, вот. Но это все важно не само по себе, хотя само по себе интересно, а важно, как этап движения вот к этой формуле. Есть то, что мы познаем, да, вот этой перевернутой формулой. Вот. У Канта это, конечно же, более ясно заявлено. Вот этот, собственно, его Коперниканский переворот в этом и выражен. Вот. Но Кант, когда говорит об априори, он очень... И о системе категории, и об априорных формах чувственности, так, вот, в этой его эстетике, совершенно очевидно, что он в качестве априорного вытаскивает, выдает то, что является культурно обусловленным. Но только культурно, в смысле большой культуры, европейской большой культуры. Это обусловлено. Это и его представление о времени, которое, как он говорит, мы не можем мыслить иначе, нежели как иллюстрируемую протяженностью пространственной линии. Из чего, кстати говоря, вытекают бесконечные какие-то сложности. На самом деле, не у него, а вообще по существу. Это его представление о категориях, в которых обязательно есть субстанции и так далее. Ну, ладно, это подробнее. Можно посмотреть, что его антиномия чистого разума, они тоже, по крайней мере, некоторые из них могут возникать только в том случае, если вы принимаете эти посылки. А может быть, и все, если покопаться. Я это до конца внимательно не смотрел. Но самое-то главное не это, конечно, а то, что он сам этот шаг делает. И он совершенно очевидно. Хотя он сохраняет вещи себе. И для него очень важно, чтобы феномен, вещь для нас, не была просто иллюзией нашего сознания, потому что он подчеркивает, что вещи себе официруют, наши души. И тогда вот у нас возникает представление феномена. Но как-то происходит непонятно, да, это же ведь не прописано. У него нет, значит, нет того, о чем он сам же говорит, что два вот этих ствола познания, рассудок и чувственность растут из одного корня, но из какого корня, он не говорит. Он к этому не приходит, потому что они у него разделены. То есть я отмечаю вещи, которые обозначают следующие шаги. Ну, феноменология, я уж вообще был участвовать, конечно. У меня есть такая замечательная книжка, называется «Явление и смысл». Вот, ну, шпец известный, да, ученик, я вам ее немного прочитаю. Вот он говорит, все непосредственно, говорит о том, в чем заключается суть феноменологического исследования. Смысл, да, и суть. И поскольку феноменологию он воспринимает как подлинную, и единственно подлинную, наверное, вот сейчас философию, он очень увлеченно раскрывает суть ее метода. Значит, все вообще данное, о чем мы говорим, думаем и прочее, что существует в какой бы то ни было форме бытия, необходимо является нам, вот ключево, с определенным коэффициентом сознания. Гениальная формула, определенный коэффициент сознания. То есть не сама по себе, а с некоторым коэффициентом. Но здесь не как у Канта, что вещь в себе вообще от нас отделена, а мы имеем только феномен в априорных формах чувственности, да, и категориях рассудия. А все же она, это, как бы мы идем к самим вещам, но с определенным коэффициентом, как он говорит, так? Значит, наследую, сейчас, да, наследую ту или иную область действительности или бытия вообще, мы можем исследовать ее или догматически научно, не принимая в расчет стоящего передней коэффициента. Понимаете? Очень хорошая формулировка. И такое исследование будет исследованием вполне законным. Оно действительно определит данные х или у, или иное неизвестное их алгебраическую связь. Но можем исследовать данный х также вместе с сопровождающим его коэффициентом. И в нем, то есть в коэффициенте, такое исследование будет феноменологическим, по крайней мере, по роду своему. Понимаете? Но ведь заметьте, что он, как и Гусарль, он, конечно, придерживается идеи универсальности разума, то есть его единственности. И поэтому вот этот коэффициент у него универсальный. То есть в какой бы то ни было культуре, там, или где бы то ни было на Земле, ты бы, что бы не исследовал феноменологически, коэффициент будет одинаковый. То есть сознание всегда дает, человеческое сознание всегда дает один и тот же коэффициент, не разный. Очевидно, мы можем производить многочисленные операции над выведением за скобки то одного, то другого общего множителя. И таким образом получать феноменологическое описание разной степени общности и разного характера по существу. Продолжая эту задачу идеально доказаться, мы можем предвидеть, что останется некоторый коэффициент, общий множитель ко всему, заключенному в скобках. Его исследование как коэффициента всего, слово всего выделено курсивом, и есть чистая область феноменологии во всем ее всеобщем и основном значении. Вот это вот последняя формула, значит, это явление смысла. Нет, это дешевая перепечатка, вот настоящая, у меня есть бумажная настоящая, это издание 2014 года. Но поскольку даже фото перепечатки, ну так сказать, ксерокопии, они бывают неполными или каким-то искажающими. Сейчас, у меня есть настоящее издание бумажное, просто я его не таскаю, потому что это можно подчеркивать. Ну вот, так тогда выходит дело, что смысл феноменологии заключается в том, ее задача по шпеку во всяком случае, в том, чтобы вывести вот этот чистый и всеобщий коэффициент сознания. То есть, это именно вот тот вопрос, который я вам и задаю. Что остается нередуцируемого в моем сознании, если я удалю из него все? Вот если я все, да, от всего отвлекусь, то что в нем останется нередуцируемого? Но мой-то вопрос, вот действительно ли феноменология пошла по этому пути? И насколько она старалась вот именно эту программу выполнить? Или же она занималась тем, что он говорил в начале, то есть, выводить то одно, то другое за скобки и получать то или иное феноменологическое, не вообще говоря, исследование, а не собственную центральную задачу феноменологии выполнять. Поэтому я думаю, что то, что я называю логико-смысловым подходом, это и есть, на самом деле, исполнение вот той задачи, о которой говорит Шпетт, и которую он считает задачей самой феноменологии. То есть, исследовать сознание как таковое и понять, что именно в нем есть такого, что позволяет нам считать мир существующий. Но только в отличие от феноменологии, даже от Канта. Я не думаю, что нам следует сохранять иллюзию наличия объективного мира, который якобы существует, хотя мы не знаем, как, и не можем доказать этого, к которому мы не имеем иного доступа, кроме как через наше сознание, и собственно, свойства феноменологии в том, чтобы этот доступ исследовать. А исследовать нужно, в первую очередь, вот этот самый чистый коэффициент сознания или абсолютный коэффициент сознания, на который умножается все, что мы имеем. Что это такое? Тогда я немножечко перескакиваю, потому что времени нет все это разворачивать. Давайте я поделюсь. Да, 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 я верю, что есть. Вот давайте я в виде отдельных тезисов. Вот это вы видите, да? Видны? Вот, значит, главная способность, вот то, что Шпет называет вот этим самым чистым коэффициентом, это способность, это не что-то конкретное, это не конкретное содержание, это не что-то данное сознание, это только его способность, то, что отличает, вообще говоря, человека, если говорить о максимальном разворачивании этой способности. Потому что частично этой способностью обладают, конечно, и животные. В том случае, если они видят вещи. Если они видят не вещи, а суммы качеств, я не знаю, как это определить, на что они реагируют. Ну, например, собака, увидев меня, хотя она меня видела миллион раз в своей жизни, она все равно обычно подбегает, или кот, подходит и нюхает. Что это значит? Что для него вот этот целостный образ, то есть вещь, я как вещь, не обладает абсолютной убедительностью. Ему нужно определенные качества, еще определенные свойства, запах зафиксировать, да? Для того, чтобы убедиться. Для нас это не так. Мы в виде человека не трогаем же его. Хотя, ну, может быть, и так кто-то и поступает. Ну, а другое дело, мы не верим, не верим. Вот. Ну, понятно. Опять же. Ну, если они узнают при помощи обоняния, тогда у них нет этой способности. Вот я про что и говорю. Тогда у них этой способности видеть именно вещи нет. А у них есть способность идентифицировать отдельные качества. Качество. Ребята, мы не можем сейчас говорить обо всем сразу. Дайте я свою линию доведу до конца, потом мы будем говорить обо всем сразу. Пожалуйста, пишите на них и давайте. Давайте. Значит, вот то, что Шпет называет вот этим чистым коэффициентом сознания, которое, открытие которого составляет главную задачу и чистую задачу феноменологии как подлинной философии по ему, вот это и есть способность человеческого сознания полагать, что и какое. Что это такое? Понимаете? Это можно объяснить следующим образом. Вот мы говорим о том, что человек научился познавать мир. Но что является предпосылкой или необходимым условием того, чтобы мы познавали мир? Необходимым условием этого является, поскольку мы видим, что мир обновляется, верно? Но если мир обновляется и в каждой, мы знаем, что это некая череда во времени, как мы говорим, разворачивающаяся. Но если каждое следующее состояние мира является новым, а он же обновляется, да? Если оно вообще новое и никак не связано с предыдущим, тогда никакое знание невозможно. Или если оно возможно, оно бессмысленно в следующее мгновение, верно? Потому что это следующее мгновение будет... Ну, если это ряд фотографий, каждая фотография новая, из прежних фотографий я не могу получить последующие. Я не могу действовать на основании этого. Значит, для того, чтобы иметь возможность действовать на основе знания, я должен понять мир как изменившийся. А изменившийся – это значит неизменный, но обновленный. То есть в нем должно быть выделено что-то неизменное обязательно и что-то, что обновляется. Понимаете? Но вот это неизменное и что-то, что обновляется, и есть что и какое. Что – это то, что неизменно? Какое – это то, что способно обновляться? И вот способность к тому, чтобы, во-первых, это выделять, а во-вторых, это склеивать во что-то, то есть не во что-то, а в нечто неразъемное, то есть в одну вещь. Вот вещи есть что и какое. Вот это способность человеческого сознания. И я думаю, что, по крайней мере, насколько я понимаю, вся предшествующая философия употребляла слово «вещь», как если бы оно было очевидным, как если бы оно было простым. Вещь, вещь в себе, ну и так далее. Вещь. Но между тем, вещь – это сложное, очень сложное понятие. Вещь – это всегда склейка что и какое. И способность видеть вещи – это нетривиальная способность. Вещь – это не отпечаток чего-то на нашей сетчатке. Вещь – это сложная процедура когнитивная, как сейчас бы сказали, которая совершает наше сознание, и, наверное, нейроструктура в этом участвует, когда оно склеивает что и какое. И тогда оказывается возможен язык, потому что язык и есть способность говорить предложениями, высказываниями, а высказывания – это всегда подлежащее и сказуемое – что и какое. Понимаете? Теперь, значит, что из этого следует? Если мы берем связность как центральную способность человеческого сознания, стержневую, то тогда мы можем выстроить то, что я называю эпистемной цепочкой, может быть, это не очень удачно, но, тем не менее, это условная такая линия разворачивания когнитивных актов по мере их усложнения. Тогда мы действительно находим один корень для чувственности и для рассудка. Канковский вот этот один корень – это и есть способность полагать связность, что и какое. Это один корень, потому что и вещь является, что и какой. И суждение всегда в этой форме происходит, потому что мы приписываем какое – некое что. Там многое другого интересного из этой формулы утекает, потому что что, скажем, если мы возьмем аристотелевскую метафизику, то субстанции, хотя и полагается субстанции, обладающий бытием, но она, как таковая, есть сумма всяких какой. Что такое? Ну, вот мы в прошлом году об этом говорили. Что такое книга, кроме суммы качеств? Это и есть вот эта первая субстанция. Мы не можем в ней выделить ничего, чего не было бы этого. Теперь, вот это что и какое. Это связность. А что такое связность? Это когда способность к связности – это способность полагать двоицу одним. А, в общем-то, и троицу, если брать связку как нечто отдельное, связочную функцию, если связка не выражена отдельно лексически, но связочные функции все равно существуют в языке. Вот вы полагаете двойку чем-то одним. Ну, например, там, скажем, синяя книга – это же что-то одно. И вот это вот. Или книга-синяя, как высказываем. Или синяя книга просто как определительная конструкция. Значит, что-то одно. И между тем это два. Ясно, что вы их можете расклеить. Теперь, следующий главный шаг. Если бы это было все так, и все было бы одинаково действовало, тогда был бы один вот этот коэффициент сознания. Но вот это что и какое, вот это склеивание может быть устроено по-разному. На основе разных интуиций. Потому что… Да, ну здесь вот в третьем пункте вот это, про это самое неслиянное единство двух троиц. Ну, вы понимаете, да? О чем речь идет. Значит, может быть устроено по-разному. И есть… Мы можем выделить две базовых интуиции. Это интуиция пространства, которую хорошо эксплицировал Эйлер в своих кругах, показав, как склеиваются субъекты-предикаты в нечто единое, и как эти варианты там… Варианты этих склеек дают базовые варианты высказываний с предикатом первого порядка, как говорят мне о логике. Но это пространственная интуиция. И мы понимаем, что такое есть. И для нас бытие является важнейшей метафизической категорией. Потому что мы приучены к использованию этой интуиции. Потому пространственная интуиция так важна. Вот вы говорите про пространство. И видение. Она… Европейской культуры. Она визуализирует. И Канн говорит, что время можно представить только как линию. В постулатах Евклида удивительный постулат, что можно любую линию, ну, то есть отрезать, продолжить бесконечно. Совершенно не очевидная бесконечность. Не очевидная, но тем не менее. Вот это вот протяженность. Пространство. Но предикация, то есть полагание, что и какое возможно, не вообще на основе пространственной интуиции, а только на основе фигур, которые ограничены. Простая фигура, ну, любой формы. Но которая непременно замкнута границей. Если нет замкнутой границы, ничего не получится. То есть полагание границ является также важным, ну, неотъемлемым шагом вот этого разворачивания смысла в формах связанности, что и какого. И тогда смысл и полагание это и есть. Разворачивание связанности, что и какого. В разных формах. Вот еще здесь нет никакого, так сказать, загадки и никакой там мистики в слове смысл. Теперь, какая другая интуиция? Другая интуиция, это интуиция протекания действий. Но она обязательно, если бы она была бесконечной, то это бы, ну, вот как бесконечная линия у Евклида, то тогда бы она не могла, конечно, задавать, что и какое. Она должна быть обязательно ограничена. И она ограничена с двух концов вполне, понятно как, инициатором действия и тем, что воспринимает действие. То есть претерпевающим. Но не объектом действия. Вот тоже стандартная ошибка европейского мышления, когда он проецирует свои привычные формы на другое мышление, подставлять вместо претерпевающего объект. Разницу легко проиндустрировать, если я скажу, что, вот я сейчас говорю, значит, давайте это с точки зрения вот этой логики рассмотрим, что и какое. Здесь что? Это протекание действия. То есть говорение. Говорение является действием. И что? Тем, что устойчиво. Действователь – это я. А что является претерпевающим? Как правило, когда так спрашивают, говорят, ну как, слушающий, да, подставляют объект. Нет. Претерпевающим для действия говорения является проговариваемые слова. Да, это один процесс. Одно действие. Другое действие – это действие слушания. Когда есть слушающий, действие слушания и слышимые слова. И в том случае, если слышимые слова и проговариваемые слова сочленяются, тогда происходит говорение и слышание. То есть вы слышите меня. Если они не сочленяются, то есть если не сцепляются два процесса, тогда я говорю, но вы не слышите. Дальше у вас происходит действие понимания. Есть понимающий, понимаемое – это третий процесс. Научиться видеть мир процессуально, то есть как сумму действий, где что… Значит научиться разбивать его на вот такие процессы, и на такие вот шаги действия, и сцеплять их концами. То есть претерпевающий одного действия становится действователем другого действия. Или там могут быть другие варианты, что два претерпевающих совпадут. Разные могут быть варианты сцепления. Вот это самое пристрастие к единичности, или вернее привычка мыслить цепочками действий, она коренится именно в этом. Арабо-мусульманские культуры. Поскольку, если вы мыслите процессуально, то есть когда что у вас в действии, тогда вы не строите иерархию общности, вы просто не можете ее построить, потому что процессы, вернее сказать, действия не иерархизируются. И что интересно, каждое действие, отдельное действие протекает вне времени. Здесь другая, ну, все уже устали, я мог ее сказать про, ну, как, это долго расскажете, про метафизику, вот, про метафизику ботозелитов, вот, которые, собственно говоря, иррационализировали это мировоззрение. Они построили и метафизику, значит, и философию в целом, как философию действия. То есть в их мировоззрении, в их философии действия занимают то же место, что, скажем, у греков субстанции занимал. Ну, вот. Ну, что вам еще сказать? Да. А вот еще, посмотрите, вот это. Это уж к вопросу о контрасте. Так? Значит, это же не просто так рассуждение. Но они предполагают и, в общем, существенные, так сказать, несовпадения даже в таких вот простых вещах. Вот. У меня еще было в моей... В моем плане, показать вам на конкретных примерах, в том числе на называемых парадоксах, и не только, и на тексте, как действует вот эта самая логика слова Герминет. То есть когда мы видим текст или разбираем какую-то ситуацию, мы обязательно должны выделить, что и какое, потому что иначе наше мышление не работает. В зависимости от того, чем это будет, то есть какой механизм предикации, механизм склеивания, что и какое у вас задействовано, то есть что вы выделяете как что? Действие или же вы выделяете субстанцию носителя, атрибуты. В зависимости от этого у вас будут строиться разные рассуждения и будут получаться разные выводы. Понимаете? Вот. Но это теория. Я могу на конкретных примерах показать. Почему? Ладно, я другие опущу. Да. Да. Ну, вот. Нет. Это... Это... Нет. Солочное действие определяет непрерывность протекания. Пока оно продолжается непрерывно, это одно действие. Как только оно останавливается, все. Ем первое, это... Ну, оно даже не одно действие. Там действий много. Лодка, поддушек. Вы можете разбить. Нет. Если вы это возьмете как одно действие, тогда вы должны отвлечься от всех этих первое, второе, третье и так далее, вы тогда не можете его разбить. Действие нельзя разбить. Вот в этой улице. Вы его не можете разрезать. Пожалуйста, вы можете разбивать, конечно, точно так же, как и субстанцию. Вы можете разбивать, ну, как человеком, ну... Ну, конечно, задается. Так же, как вы можете сказать, что вот это тело трехмерное, да, вы можете сказать, что мы его можем разрезать и дойти до атомов, и мы можем об отдельной странице говорить, как об отдельной субстанции. Правильно? Точно так же и вот в деле вот такой действительности мы можем мельчить действия бесконечно. Но важно каждый раз вот эту схематику соблюдать. А схематика именно вот действователь действия претерпевающих. Вот если вы ее соблюдаете, то тогда, да, тогда вы разбили, ну, как... Вот реальность на некую сумму действий. Вот. Теперь, почему вот трезвый суфизм является претечей квантовой физики? Потому что, если брать этого несчастного кота Швёдингера, которого зачем-то, да, не жив он, не мертв, и только... Это вот к нашему вопросу о дополнительности, о принципе дополнительности, вообще уже запретаться квантовой механией. Вот мы открываем крышку кастрюли, и только тогда обнаруживаем, жив он или мертв. А вообще объективно, как объективная реальность, мы к этому не имеем доступа. То есть только наблюдая, только измеряя, мы фиксируем состояние мира, и тогда мы знаем что-то. Вот. Вот нечто похожее я хочу, хотел, не знаю, сколько надо, провести текстом. Текстом. Тарабский, да. Именно текст принадлежит Аль-Джумейду, это один из главных, или главный представитель трезвого суфизма, 9 век, багдадский. Ну вот, но прежде чем... Что мы там дальше? А, прежде чем это начать, вот вы должны посмотреть вот эту короническую цитату, потому что эта идея там используется. Вот. Вот сама цитата и ее объяснение. Стата такая. Некогда Господь твой из сынов Адама, я говорю тем, у кого нет презентации перед собой, из чресл их, то есть из бедер, да, извлек потомков их и поверел им дать исповедание о себе самих. Если я Господь ваш, они сказали, да, исповедуем это, это было для того, чтобы в день воскресенья не сказали, мы не были в состоянии постигнуть это, или не сказали, отцы наши прежде нас признавали соучастников Бога, а мы были только их потомками. То есть, речь идет о предвечном акте. То есть, не было еще сотворения мира, и люди не были сотворены, как таковые. Но Бог уже, поставив перед собой Адама, весь род из него извлек, и ко всему этому людскому роду обратился с вопросом, не я ли Господь ваш? И весь людской род сказал, да, безусловно. Это и было, согласно вот исламским представлениям, заветом. Вот это исламский завет. Предвечный завет. То есть, весь людской род зафиксировал, что они поклоняются Богу. То есть, зафиксировал свою веру. Поэтому, именно поэтому, каждый человек проживается в вере, в исламской вере. И если только его не совратить, он так и оставит. Согласно исламским представлениям. Правда? Вот. Но это, собственно говоря, не важно. Важно, вот это. Важно, что это было до сотворения мира. Понимаете? Теперь, вот здесь арабский... Как это могло быть? А вот так. Потомков рабов, ой, Адама, Адамаса, Арсил, которые были сотворены после мира. Да. Вот как это могло быть? Об этом и идет речь в том тексте, который я хочу, чтобы мы прочитали. Вот. Мефах, да, это именно завет. Значит, вот здесь арабский текст, который мы с Анной Александровной будем читать. Я думал его прочитать, ну, ладно, не будем, потому что... Ну, Розанна Владимировна потом прочитает. Теперь смотрите, в чем тут фокус? Фокус в том, что в этом тексте есть слово вуджуд и производенное от него, например, мавджуд и ваджид. Значит, это вот именно тройка процессуальная. Ваджид означает находящий, мавджуд означает находимый, вуджуд это нахождение. Глагол ваджида нашел. Ваджид находящий, мавджуд находимый, вуджуд нахождение. Вот у нас есть правильная тройка действия. Но тогда пришла фальсопа и нужно было перевести греческое бытие. А никакого слова для бытия в арабском языке нету, потому что нет глагола быть. Есть глагол возникать или случаться. Возникать о вещи, вот о такой, или случаться события. Но быть нету. Нужно было изобрести. Пробовали, 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 разные варианты. И один из тех, который пошел в дело, был от глагола ваджида вуджуд. Вернее, сказать, согласно арабской языковической теории, вуджуд это как раз исходная форма, не глагольная, а вуджуд, то есть нахождение ими действия. Вот это взяли как бытие. Таким образом, когда мы видим в арабском тексте вуджуд, мы в состоянии человека, который открывает крышку кастрюли с котом, с Рюденгером, потому что мы не знаем вуджуд, 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 и ситуации, когда нечто существует, и речь идет о мавджуд тогда, существующие или бытиествующие, это нормальный термин фальсов, который означает существующие, а вот для вуджуд уже в лексиконе фальсов, находящий, буквально, естественно, нет аналога, потому что нет ничего, что было бы аналогично этому, понимаете? То есть у нас есть три слова ваджид, находящий, вуджуд, нахождение или бытие, и мавджуд, находимое или существующее, и в тексте вот по-русски они различаются, а в арабском тексте они не различаются, потому что они выражены одним и тем же словом, вот эти раз, они все ваджид, мавджуд, вуджуд, поэтому, когда мы его читаем и переводим, мы находимся именно в состоянии человека, который замеряет вот эту квантово-механическую действительность и придает ей некую определенность, мы должны понять, это существование или это нахождение, то есть мы должны выбрать между двумя логиками, понимаете? Вот давайте первый вариант, будем считать, что ваджида означает существование, то есть будем по-европейски мыслить, а мавджуд существующий, эти слова, я подчеркиваю в переводе одинарной чертой, а вот слова ваджида, то есть нашел и ваджида находящий, нам через значение существования не передать, мы их оставляем глагольными, находить и находящий, вот перевод, я спросил, что значит твои слова, он, то есть бог, меня создав, как изначально создал, сославшись вот на эту хроническую цитату, разве ты не знал, что он сказал мне, как да господь твой сынок Адама, и так далее, вот всю эту цитату, да, исповедуем эту, и вот дальше, так он, то есть бог, сообщил тебе, что обращал к ним, то есть к людям речь, когда они были существующими, мы переводим мавджуд как существующие, только благодаря его существованию, что, конечно, трудно интерпретировать, но, если мы хотим, вот это к вопросу о честности переводчика, если переводчик хочет натянуть текст на фальсовную интерпретацию, он придумает что-нибудь, что объяснит вот эту, как бы, корявость, но дальше будет, что однокоренной ваджет уже будет нахранен при том, что отсутствует их существование для самих себя, а находил он их благодаря смыслу, который известен только ему и который находит только он, так он опять находил их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания, погибли, фана, пребывание, бака, вот эта вот пара, фана, бака, гибель, пребывание, они погибли в отношении своего пребывания, то есть они не знали, что они пребывающие, они не видели, что они являются пребывающими, ведь это же было до того, как они были сотворены. Понимаете? Таково дальше господнее существование у нас опять вуджу и божественное постижение. Вот почему мы говорим, что если он находит раба, что он еще находит, как-нибудь проинтерпретирует оскорбить это, то спространяет от него имущество, имущественного атрибута, в котором ему никто не соучаствует. Это существование у нас вылезает. Самое совершенное и полное существование. Как же иначе? Ну, конечно, божественное. Существование самое полное. Ведь он скорее достойный, он имеет преимущество, ему скорее надвижительно владеть, учинить и захватить все, что в рабе появляется, то есть в человеке. Так что он вовсе стирает его от виден и устраняет его существование. Вот вам основание для того, чтобы европейские суфиеведы говорили об аннигиляции. Толковали фана как аннигиляцию, то есть как уничтожение. Антологическое уничтожение, поскольку бюджет стирается. Что абсолютно неверно. Вот при второй интерпретации. Родной. Ведь нет такого человеческого атрибута из существования, который не устраивал бы он. То есть не делал бы он. Ну и так далее. Так вот эта интерпретация, если мы придерживаемся вудюд как существованием, а вудюд как существующим. То есть идем по линии, так сказать, фальцев. Вот. А теперь идем к родной интерпретации, то есть естественной, языковой, и в общем-то она и терминологическая. Корни ладжада не относятся к действию находения. Тогда вот смотрите, как текст меняется. Я спросил, что значит твои слова и так далее. Да, исповедуем это. Теперь, вот смотрите, Бог сообщил, что обращал к ним, то есть к людям речь, когда они были находимы, то есть Богом находимы, только благодаря его нахождению их. То есть Бог их находил, и они были находимы. Он находил людей при том, что отсутствовал смысл нахождения ими самих себя. Они сами себя не находили, они не были действователями, потому что они не были сотворены. Речь не о том, что они не были субстанцией, они не были действователями, поскольку их не было еще. А единственным действователем был Бог. Поэтому человек, естественно, был в позиции находимого, то есть в позиции претерпевающего для действия нахождения. Вот действие нахождения проистекало от Бога к этим людям, которые еще не были сотворены в мире. Но они были претерпевающими для его действия. Вот. А сами себя они не находили. Вот. Так он находил их, знал и их свидетельствовал, когда они погибли в отношении своего пребывания. Ну да, они же не знали. Они возникшие предвечно. Таково Господнее нахождение и божественное постижение. То есть действие нахождения Бога. Понимаете, если мы мыслим о действии, то тогда устойчивость мира обеспечивается не тем, что каждая вещь является субстанцией и имеет длящиеся бытие, а тем, что действия действователя абсолютно с большой Богом, то есть Богом, совершаются и не прерываются. А они действительно, согласно метафизике мотазелитов, совершаются ежемгновенно. Ежемгновенно Бог совершает действия, причем там два действия, уничтожение и сотворение заново мира. Поэтому мир обновляется каждое мгновение. Вот. Поэтому так важно найти действия, которые связывают Бога и все претерпевающие. Ну, человека идет там весь мир. Вот почему мы говорим, что если Бог находит раба, находит вот этим действием нахождения, он связан с ним, то распространяет на него, как захочет, свою волю, это нахождение, самое совершенное и полное нахождение. Видите? Вот. Ну, и так далее. В общем, мы текст интерпретируем в логике действия, и мы видим, что человек связан с Богом через действие нахождения. Но если человек еще сам не является действователем, то есть предвечно, вот этот предвечный завет, то он может быть только претерпевающим. Поэтому суфий, который хочет, чтобы в нем полностью осуществилось действие Бога, он и должен убрать себя как действитель. То есть он должен убрать свое «я». И тогда фана, потому что «я» – это местоимение первого лица, местоимение действующего. И тогда фана, то есть гибель, это никакая не аннигиляция субстанциальная, никакое не слияние капли с океаном, то есть опять субстанциальное растворение в божественной реальности, как пишут ничего не понимающие востоковеды. Или интерпретаторы, кстати, в самой традиции. Это так тоже бывает, в индийских интерпретациях так бывает. А вот в родной арабской речь идет о том, что гибнет «я» действователя. И тогда, если во мне погибло мое «я», то во мне действует только Бог. Понимаете? Я уже не действую. Во мне действует Бог. Но тогда, ну извините меня, Бог-то может все? И тогда Бог, действуя во мне, может сделать все. И тогда, понятно, вот эти так называемые экстатические, их шатахат по-арабски называется, переводят как экстаз. Но экстаз – это выход, так сказать, за пределы, а здесь нет никакого экстаза. Причем здесь экстаз? Здесь нет субстанциальности, чтобы был экстаз. Понимаете? Значит, вот в этом состоянии потери своего «я», то есть состоянии гибели, это и есть опьянение. Суфий может сказать, что, ну вот известная высказка, «Ан-эль-Ха», каладжевская, да? «Я истинный». Субхани, да. Или «В этой рубахе только Бог». В каком смысле? Как действователь, не субстанциально. Как действователь. То есть, если я убрал себя как действователь, тогда действует Бог. И вот здесь действует Бог через меня. Я поднял руку – это Бог поднял руку. Потому что я претерпевающий чисто. Я лично, понимаете? Я джунный. Вот. Вот, собственно, о чем этот текст. Понимаете? Вот мы открыли крышку этой самой кастрюли с котом. И если мы принимаем одну логику, то есть, одно, один способ полагания, что и какое, тогда у нас первое прочтение. Если другой способ, у нас второе прочтение. Теперь принципиальная моя позиция заключается в том, что и то, и другое возможно. И то, и другое равно обоснованно. У нас нет критериев, чтобы выбрать, какое лучше. Кроме, конечно, критериев, опять же, отхок. То есть, вот для данного текста является второе прочтение. Потому что оно сохраняет последовательную интерпретацию слов однокоренных. Очень странно было бы, если бы в двух абзацах было бы однокоренные слова означали бы существенно разных, как нахождение и существование. Если мы последовательно делаем, ну, это вроде как лучше. Но это вкусовое, да, и такое ценностное, в общем. Ну, вроде как лучше, но это не логическое доказательство, не логический аргумент. А вообще говоря, поскольку эти вот логики изначальны, значит, у вас и нет приоритета. Вы можете и так делать, и так делать. Понимаете? Вот в этом смысл. Можете так, и так. Но результаты будут разные. Вот в чем дело. Результаты будут разные. У меня еще есть там всякие, вот, хоть вы и говорите, что он игровой, но тем не менее, парадокс Бродобрея, который при процессуальном вот этом вот, значит, толковании не является парадоксом. То есть, вы его не можете сформулировать как парадокс. Если вы его, да, субстанциально трактуете как там разбиение на множество, тогда, да, такого Бродобрения не может существовать. А если это действие, бритья, брение, да, или что там, побревание, то тогда, если мы ситуацию осмысливаем в этой деревне, да, закрытый такой, мы ее осмысливаем как сумму действий, так, да, действие, вообще, да, есть бреющие, есть побреваемые. Причем они могут быть одним лицом, могут быть. Например, скажем, когда Халатик говорит, что я любящий, любящий я и любимый, то есть, это может быть, но тем не менее, то есть, он как Халатик, но он как действователь, он как потерпевающий, это два раза. Это ибнар. Вот. То есть, это возможно. Ну и тогда, собственно говоря, всякий человек либо действователем является брадобрей, а он является побреваемым, либо он сам является и действователем, то есть, бреющим и побреваемым. И брадобрей вполне является действующим и претерпевающим. А вот сформулировать условие, что брадобрей, бреющим и претерпеваемым нельзя, потому что это бессмысленные условия, бессмысленные. Не брадобрей не существует, а условия бессмысленные. Это разные выводы и разные дактовки ситуации. Так что код Шрёденгера, да, он оказывается разным, когда мы, то есть он либо мёртв, либо не мёртв, когда мы применяем разные логики. Всё. Ну, ещё много чего есть. Да, спасибо. Ну, у меня не вопрос, а тогда вот параллели литерской. Не включил. Спасибо за... Так, ладно, вот я хотел вот заметить, заметить, что вот эта вот идея постоянного творения мира Богом – это идея хрисоэтианства. Бог постоянно, каждый момент творит мир и как бы без... Вот, но в хрисоэтианстве, как я понимаю, вот нету, если я вас правильно понял, в исламе Бог творит и разрушает. А вот, а в хрисоэтианстве разрушение не нужно, поскольку, ну, мира без постоянно новотворения Бога и как бы нет. А вот в эдеизме, да, уже тут вот философское течение нового времени, там вот, так сказать, иначе, вот, так сказать, именно там как бы Бог как бы творит мир, а дальше он сам по себе, так сказать, вот. Вот, но это как бы, то есть, как бы нетипичная европейская, так сказать, единица, да, как бы деизм, ну, вот, он такая локальная. Ну, да, это хороший пример, значит, вот смотрите, кстати говоря, на контраст, ну, во-первых, христианство-то, как авраамическая религия, она же, оно же пришло, то мы знаем оттуда, вот, и оно встроено вот в эту общую линию религиозного мировоззрения, религии, которые построены на этой парадигме, действователь действует претерпевающее, вот. Но христианство, пришедшее в Европу, и неопатонизированное в дальнейшем, ну, как говорят там, да, неопатонизация, вот Шича любил, по крайней мере, сейчас не знаю, как. Христологические споры о субстанции, да, это же вот споры о Троице, вот все это непредставимо в контексте ислама, который не спорит о субстанции, вообще не обсуждают субстанцию, да, такие, ну, это невозможно представить. Там речь идет о Боге как действователе и о Дарагове. Это вот, ну, как бы сказать, что похоже, но не то же. А что касается деизма, то это очень хороший пример, потому что, да, здесь возможен деизм в христианстве. Он однажды запустит, а дальше этот механизм работает. В исламе не может быть такого, потому что постоянство мира поддерживается, его устойчивость поддерживается только действие. То есть устойчивость мира – это устойчивость действия. Причем, один, а вот это действие, которое задает ритм мира, действие одного действователя, Бога. Является ли человек действователем, это было предметом спора. А вот это одно абсолютное действие, которое задает сам базовый вид мира, оно постоянное, оно не может быть остановлено. Бог не может удалиться на какой, сотворив однажды мир. Тем более, что мир не прибывает как механизм, пусть самый совершенный, но за каждое мгновение обновляется. Другое, понимаете? И здесь вот, за исключением одного, вот есть одно исключение в истории исламской философии, а именно исмаилизм – это очень такое особое течение, где действительно было создано с привлечением неоплатонизма. Они соединили идею творения и неоплатоническую, идею эманации, исследование постоянства, соединили и создали фактически доистическую картину, где Бог однократно творит первый разум, а дальше первый разум неоплатонически разворачивается во весь мир. Но, правда, у них там дальше весь мир развернулся, там чистый неоплатонизм, аристоклизм и все. И дальше начинается уже другое, начинает человек действовать. И оказывается, что действие человека, но не любого человека, а того, кто овладел истинно исмолитского учения, является необходимым условием завершения творения, который начал Бог. Вот у вас, они все равно выстраивают два конца, Бог как первый действователь и завершение человеком. То есть, мир-то создан, но творение не завершено. Оно будет завершено, когда человек своими усилиями, постигая истину, и потом он будет постигать истину, накопится достаточное количество душ, неизвестно, которые постигли истину. После конца времен эти души сольются во второй, так сказать, предел. Вот это вот опять от начала до конца, как действие творения, протечет. Но вот это очень оригинальное учение. Но исмаилиты были весьма и весьма, ну, как сказать, они просто были секретные. И эти сочинения были опубликованы только вот в конце 20 века. Еще неизвестно, все ли их сочинения опубликованы. Может быть, не все. Они вообще открылись только вот в 20 веке. А так это было инкогнато, на самом деле. Ну, для всех, кроме самих исмаилитов. Эти рукописи хранились в строжайшей тайне. Вот. Но это вот было вот у них. Но такое особое. А вообще в какой-то нормативной исламской философии так не может быть. И вот к вопросу о необходимости контроля, да, самого себя и рефлексии, и понимании того, насколько наши тезисы обусловлены логикой. Вот я начал с того, что для того, чтобы познавать мир, мы должны иметь что-то неизменное, что-то меняющееся. Потому что если мир меняется каждое мгновение, мы его не можем узнать. Это верно. Но в каком смысле меняется? Вот если мы мыслим субстанциально по-европейски, тогда да. Да, если он субстанциально каждый момент другой, мы его не можем узнать. А в исламской парадигме он именно каждый момент другой. Он же каждый момент, каждое мгновение, он уничтожается и возникает заново. Он каждый момент другой. Тогда в чем смысл познания? Смысл познания не в том, чтобы познать мир, а в том, чтобы познать закономерность вот этого действия Бога. То есть действия, которые связывают первоначало Бога, действователя и претерпевающего. И, собственно, усилия познающего направлены на это. И, кстати говоря, Эль-Джабери, когда говорит, чем арабский разум отличается от европейского, он указывает именно на это. И правильно указывает. В отличие от Декарта, который ошибся. Если бы он читал Ибн Сину, он бы не говорил того, что он говорил. Хотя я его очень люблю и считаю, что он великий человек. Но Декарт, ну кто? Ну, как бы сказать, ну немножко, ну чуть-чуть ошибся. Понимаете? Вот. Ну, кстати, но смотрите, Ибн Сина, который был до него, это ошибки не совершили. Что интересно. Ну, Ибн Сина был до него как. И вот еще, да, вот я хотел акцент найти, работать вот на принимании. Да, вот если то, что вы сказали, конечно, про вот это вот опьянение, да, вот если только это, как бы, поднимать, да, вот как вот этот вот Бог, ну, как бы, человек, душа, лич, значит, вдруг разрушаются, и потом Бог, как бы, ну, создает, ну, сказать, это уже другой, как бы, ну, то есть тут явно какая-то нестыковка. А если вот учесть вот то, что вы сказали вот про уничтожение и сотворение мира каждый момент, то, как бы, ну, ну, как бы, душа и так уничтожается и сотворяется, да? Ну, в общем-то, да, правильно. Или души, которые там с гурьями развлекаются, они уже не уничтожаются. Нет, подождите, сейчас никто не развлекается, потому что рая-то сотворены, но они пусты до сухого дня. Да, 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 и те, кто умер, тело находится в могиле, а душа находится на перешейке, то есть на преграде, стене, который между этим миром и будущим миром, и они распределятся по раю и аду только после последнего суда, понимаете? Но, но, чтобы в жизни миром не показалось, а дело в том, что они каким-то образом, каким-то, не знаю, но им как-то известно, что будет, или, может быть, неизвестно, но Бог так делает, так что тело тех, кто окажется в воду, уже терпит могильную муку, это терпит могильная мука. Для них могила сживается, она становится узким, а те, кто окажутся в раю, для них могила, ну, так сказать, да, в виде вполне, а в будущем все будет хорошо. Сейчас в времени никто, но, да, это правильно, это верно, и это состояние, кстати, вот есть термин, называется фейер, буквально замешательство, про плексити это называется по-английски, то есть, как разбитые ориентиры, оно так и объясняется обычно, что он не может отличить себя от Бога, вот себя как действователя, не субстанциально, конечно, потому что тогда было бы глупо, я тоже считаю, что я субстанциально Бог, странно, да, себя как действователя он не может отличить от Бога. Если человек, то он не может отличить себя от Бога, значит, не правильно, ну, когда говорили в Ладе, Я понял, что душа, разум, суфи как бы уничтожаются. А вы как бы... Это я исчезает. То есть его как бы самосознание, самосознание. Я исчезает, да. Он теряет определенность своего я и различия между своим я и божественным я. И он со своим я исчезает, поступает вместо божественного. И ему кажется, что он со своим ягодом, как известные чудеса. Там, значит, помествования в их жизни, они наполны всеми этими рассказами. Ну, например, летали там, доставали вещи из воздуха и прочее. Но Ибн Арбек говорит, хотя он высший, так сказать, ранг занимал в иерархии святости, он говорит, что пользоваться этим, это называется имма, могущество или энергия. Когда ты можешь действовать как Бог. И суфи высоких, так сказать, рангов, он этим обладает. Но если ты это делаешь, то ты тогда демонстрируешь недостаток своего знания. Потому что абсолютная вот эта имма энергии, она равна абсолютному бессилию. А дело в том, что имма, еще есть одно слово, или имма она читается, я сейчас точно не помню. Но пишется так же. Это дряхлая старуха. То есть твоя абсолютная энергия равна абсолютной дряхлости и неспособности. Почему? Потому что ведь любое действие предполагает, что есть некий, как он говорит, мунаазер. То есть противник, тот, кто тебя спаривает, и ты вот против него действуешь. А если у тебя есть абсолютное знание, а знание это и есть осуществление, то тогда в тебе полностью осуществлен Бог. То есть все, что в мире есть, это есть осуществление Бога. И у тебя нет никакого противника. Ты не можешь действовать. У тебя абсолютное могущество, потому что ты полностью... Да. Дряхлая старуха. Ну вот. Это второе значение. И он гениально соединяет, хотя имма не его термин, это общий термин, суфизм. Это общий термин. Но он его использует, показывает, что есть второе значение. Он вообще языком пользуется... Уигнар, да. Языком пользуется виртуозно. То есть абсолютное могущество равно абсолютному бессилию, потому что нет того, против кого его направить. Если у тебя неограниченное могущество, то нет никого, кроме тебя. А ты есть все. Ты есть и Бог, и мир, и... Да, да, да. Это божественное. Ну, если это божественное, да. А если нет, а если нет, если это уже... Да, а если это уже не состояние фана, а состояние баха... Ну, это другой вопрос. А если это фана, которая фана, она не существует... Фана же не для чьихся состояний. Но дело в том, что фана – это кратковременное состояние. Оно же не бывает для чьихся. Оно же не бывает для чьихся. Ну, это нормальные какие-то способности достигать или реализовывать какой-то цель, какой-то действие, которое любым человеком либо стоит очень сложным, либо не действенным, и так далее. И самое главное препятствие для окончательного освобождения йога, это способное для общения, особенно для общения, это как раз на отличие вот этих тип демонов, если проводить параллельность, если чувствовать, или не использоваться, то есть не уходить в параллельность. Ну, да. Ну, да. А вот мне кажется, что тут еще тоже можно провести параллельность к христианствам, ну, вот маги, да, вот как бы вот, ну, да, как бы, сохраняясь, да, хриидане, там, как вот там, маг какой-то там, пытался там творить чудеса, вот это вот, да, как бы вот этот вот, не суфийское вот это вот, энергия, да, а с витой, он как бы, ну, он ведь это смирение, да, и как бы он, ну, и вот то, что когда-то варит, да, чудеса с витой, это вот не он творит, да, а это Бог через него, то есть это вот... То есть это варит не продолжает идею, вот связываясь с прятостью, да, что вот это, если суфий сам по себе, вот его, его, ну, как бы, жизненная энергия личная, которая на его лице, сопоставима с энергией грязной, ну, там, немощного человека, да, ну, когда он вообще ничего уже не может делать, то время как он может обладать этой гимой, то есть превосходя всех, именно потому, что он, не он творит, а Бог. То есть, как бы, два... Одно и то же явление, но с двух сторон рассмотренное, с точки зрения человеческого и с точки зрения божественного. Андрей... Я бы по-индийски сказал, я бы по-индийски сказал, что суфий в таком режиме вообще перестал Богу мешать. Поэтому действует Бог. А так он немножко мешает Богу. Ну, ладно. Значит, во-первых, большое спасибо, Андрей Вадимович, но я в основном впал в некое замешательство, потому что у меня есть много... Андрей Сеонович, извините, пожалуйста, можно с самого начала? У нас со связью небольшая была проблема. Со связью еще какие, да. Значит, во-первых, большое спасибо, Андрей Вадимович. Доклад мне очень интересен. И так... Он разными частями вдохновителен. Я, конечно, разум... Параллельным стремлением его понять и уяснить. И также старанием найти некоторые параллели у себя в Индии, что очень предварительно укрепило меня то мнение, что по-индийски есть более тонкая структура, потому что там я нахожу в параллели, там параллели верю Альберонию, которая говорит, что они индийцы во всем напротивоположны. Он сказал, не всю правду, тут что-то глубже. Ну, будем икать дальше. Ну, так что я буду об этом дальше думать. А у меня такой вопрос в связи с параллелями с христианством, потому что конь христианства тоже из афразийской цивилизации, из семитского мышления. Ну, во-первых, может быть, есть такое. У христиан, которые мыслят по-арабски, например, у христиан и так далее. А-вторых, что это можно воспринять в процессуальном духе? Во-первых, известное высказывание Иисуса «Я, я отец одно», а также известное высказывание апостола Павла «Уж я не живу, а живет во мне Христос». Нет ли это же самое с их точки зрения? Ну, это надо подумать. В принципе, наверное, можно, почему нельзя. Наверное, можно, потому что если трактовать субстанциально, то тут будет, конечно, парадоксальность, и надо это заворачивать в мистику, в непознаваемость. А может быть, более рациональное, более последовательное будет вот эта вот такая интерпретация в этой логике. Тем более, что они-то находились в этой среде, как известно. И не могло их мышление быть от этого свободным. Думаю, что да. Это, кстати, интересно на это посмотреть. Ну, ладно. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Андрей Василович, мы прощаемся. А, ушел, да? Ну, все. До новых встреч. Спасибо. Продолжение следует.